Привет! Давай посмотрим, что интересного было накануне. Основные мысли о тебе, человека. Задумывай, загадывай. О, какая хорошая карта сразу выпадает. Здесь доверие, здесь приятные моменты узнавания друг друга, сердечные. Сердечные радости, радости семейные, радости отношений. Здесь сложности, которые здорово преодолевать вместе. Здесь совместные планы показывают, как путешествия, как приезд друг к другу. Или он вас ждет, или вы его ждете. Также и строят совместные планы по поводу переезда, по поводу схождения. Если вы вместе проживаете, то здесь двигаться вперед, дальше. Здесь показывают, что будет оценено желание любить и то, что даете вы. Ваша женская энергетика и ваш потенциал, ваш ресурс, ваша доброта. Очень интуитивная. Здесь вас любят. А еще посмотрите, какая роль женская, большая, серьезная и очень здравая и хорошая характеристика показана ваша. Вы чувствуете и любите, но из-за эмоций не потратите ту материальную подушку безопасную, стоя не потратите, не отдадите и наоборот приумножите. Здесь такая любовь и постоянство, доброта, но не рубаха парень, не простодыра, скажем так. Так, и мужчина, вы здесь одной породы идете. Земной, хорошо стоящий на земле, подпитывающийся. Это хорошо, здесь земление, здесь есть, это здравость и тут же есть любовь. Мужчина, конечно, здесь нам показывают, он более устойчив, он менее эмоционален. Но еще характеристика, ну, у него денежки, денежки. Есть они, нет, они у него всегда будут. Вот парадокс, но должны быть. И он думает, как бы приумножить. Но это важно. Здесь в отношениях, здесь не показывают разрозненность. Девчонки, у кого треугольник, здесь по вам отдельная тема. Я смотрю экстрасенсорно. Меня зовут Татьяна Любимова, я природная ведущая. В каналах яснознаний, ясновидений я смотрю, когда вы обращаетесь индивидуально. Здесь у нас общий сеанс, и ни один общий сеанс не заменит сеансы, когда вы обращаетесь лично по вашей конкретной ситуации или по вашим вопросам. Смотрю по фотографии, в каналах яснознаний, ясновидений. Ну, у кого-то здесь будет измена. Вот кто-то с этой болью сейчас смотрит, конечно. А тут такой елей в уши. Но это не специально, что вижу да пою. Нюансы-то разные. Здесь есть, почему я так сказала, информация. Естественно, объяснять я этого не буду, даже если это общий сеанс. Тут вот, как говорится, бабка надвое сказала. Метафора. У кого нет третьих лиц, здесь будет один смысл. У кого третьи лица есть, тот, конечно же, будет другой. Все нюансы мы не сможем. Все характеристики дайте все раскрыть. Естественно, на общем сеансе. Но в общем и целом, вы знаете, девочки, кому-то из вас при вашем короле, постоянном, но не про любовь которой, ваша часть здесь, да, может спокойно разделиться, ваша личность на два я первая, которая любит и будет любить. И здесь, может быть, даже не растраченная. Здесь, возможно, надо соответствовать, чтобы вот такое материальное. Но к вам еще здесь идет человек, который, может быть, не совсем верный. Но он, вот он тоже любит любить. Он любит эмоции. Он к вам, как рыцарь, к своей даме сердца, да, неверный, да, порочный. Но к вам любящий. К другим тоже, может быть, да, он женские сердца на раз разбивает. И у вас даже может быть ситуация, что у вас два мужчины, а может и больше. Ну, то есть не совсем даже один. Ну, не совсем. Кто-то смотрит на одного драгоценного, да, у кого-то из девчонок, может, даже вы и не знаете, у вас хоп и появится после сеанса. Ну, есть где-то в вашем поле тот человек, кому вы очень нравитесь. И причем нравитесь не просто по жезлам, по нижним чакрам, а вот именно, что здесь еще и может завлечь очень сильно и вами сильно увлечься. Хотя тут человек такой молодой, в поиске, в каком-то случае у него активная позиция побольше своим теплом сердечным, да. Женщин, девушек, взрослых женщин. Столько женщин вышло, кстати. Одарить, просто одарить. И еще, смотрите, здесь кратенько, да, что вообще показывают. Просто кратко, потому что здесь такая тематика идет, она уже идет на ваш круг общения. Здесь есть неверные люди вам, есть те, кто за спиной, за вашей. В общем-то, плохо говорит, плохо делает или ничего не делает осознанно. Не помогает вам или как-то считается другом. На самом деле это не друг и не враг, а так. Это и мужчина, и женщина. Подумайте хорошенько. В общем, как-то забирают ваше счастье и вашу удачу. Вашу звезду счастливую забирают. Как в отношениях, так и по финансам. Имейте это в виду. А, кстати, вести будут быстрые. Вы узнаете, вы поймете, кто это достаточно быстро. У кого-то поможет даже разобраться ваша мама или женщина вашего рода. То есть, если вы слышите, что не общайся с той или не общайся с этим, кто знает, да, ваш близких, ваше окружение, прислушайтесь. То есть, тут вам родные плохого не пожелают. Будьте аккуратны в своем общении. Кто-то у вас пытается забрать ваше счастье. И семейное в том числе, если вы замужем. Есть один здравый смысл. Это женщина постарше или помудрее. Просто прислушайтесь. Ну вот так. Сейчас первоначально. Давайте посмотрим, что было, что есть, что будет. Может, мысли, чувства. Думайте о человеке. Может быть, у вас их два. Туда, конечно, надо разобраться. Постоянный мужчина и для любви мужчина. Давайте. Вот тот человек, о котором вы думаете. Основные мысли о вас сегодня, сейчас, в ближайшее время. Вы знаете, он очень скучает. Но он быстро присыщаем. Вот он соскучится. Потом он опять идет, восвоясь. Кстати, говорю, и вы видите тут же. Ну все при вас. Переворачиваю арканы. Он уходит. Он постоянно ищет что-то. Вот его мысли в том, чтобы ему нужно успокоиться, застопориться. Ему нужно хорошенечко продумать, какие следующие его шаги. А вот он как бы опять уходит, ищет свое счастье. И потом ему становится плохо и тяжело, и он возвращается к вам. Здесь показывают так. Если особенно человек сейчас как-то неожиданно ушел, вы его не понимаете, да, как. Может быть, вы ругались, а может быть, и не ругались накануне. Здесь нам показывают, что человек так устает и так присыщается, и одновременно он так сильно скучает по вам. В нем не хватает любви и тепла. Не хватает. Очевидно, здесь вы поддерживаете это. Сейчас посмотрим на все его достижения. Смотрите, что нет. Тут еще кто-то. Знаете, такое ощущение, что все-таки этот человек уходит кому-то. Кому-то. Потом возвращается эта ситуация, что воля, что неволя. Он уходит от любви. Он ищет лучшего, но он уходит, он убегает от любви. Здесь парадокс. И теряет, кстати, свою основу. И вот здесь он прогадывает. Он здесь ничего не получает, девочки. Он может убегать даже в разные ситуации. Неправильно ставить приоритеты. А может быть, это третье лицо. То есть конкретно женщина. Здесь вот такой размах. Широкий. Он не продвигается куда-то дальше. Он думает об этом. Он думает это в связи с вами. А к вам-то какое истинное отношение, истинные мысли. Ну вы его мир. Вы его. Часть его мира. Часть его вселенной. Ну и еще и колесо судьбы. Просто есть какие-то проблемы. Это временные проблемы. Они могут быть глобальными. В масштабе одной семьи, одной личности. Да. Одних взаимоотношений. Понимаете, здесь вот на его мир, на его мировоззрение, на его жизнь, на его окружение. Вообще на его устой. Жизненный. Это все сильно влияет. Кто-то здесь сбивает его с понтолыку, там, где он не развивается, а с вами. Ну тут действительно шанс не идти во все тяжкие. А найти эту истинную любовь. Так ли это? Здесь карта трех печалей. А здесь как бы терять вот эту основу, постоянство терять. Давайте посмотрим, что у него с другой стороны. Вы знаете, у него кто-то есть. Либо по работе, там, где он зарабатывает. Да. И здесь он тоже кому-то время уделяет. И так, что энергия его уходит, и он больше не справляется, нежели справляется. Коли уж ты возомнил себя человеком, который может иметь несколько жен, ты должен всех обеспечивать, ты должен энергетически и морально быть готов к тому, что тебя начнут дербанить в разные стороны. Мы заглянем, что у него на самом деле на сердце сейчас. У него мысли о тебе и в сердце ты у него. И здесь идет привязанность и улучшение ауры, у энергетики здесь исцеляющие моменты. Здесь никого не должно больше быть. Только ты и он. Если кто-то когда-то где-то бывал, все, здесь выбор идет. Вот здесь вот оно, смотри, с твоей стороны быть вместе. Он либо ждет тебя, либо хочет, чтобы ты его ждала. Здесь совместное, прекрасное будущее. Вот сюда, конечно, у него еще какие-то будут моменты искушения, но конкретно, когда принимает решение быть с тобой человек. Все, здесь какие-то трансформации очень сложные. Ты ему даешь счастье и радость. Безусловные. Конечно, не все у коту масленица, да, и приятные ягодки сладенькие. Но, тем не менее, вот так мы сейчас делаем двоечку. Поставим за счет тебя, твоей доброты, твоей мудрости держится этот союз. Он сам, давайте так, вот что тебе делать, да, он сам будет ли делать какие-то конкретные шаги. Я там сейчас бонус сделаю внутри ответа, да. Что делать тебе и что будет делать он. Сейчас спросим. Так, вот это ты. И что будет делать здесь он? Будет ли он что-то вообще делать? Смотрим. Ты. Ну вот она, здесь любовь, радость. И, в принципе, ты все от себя, то, что от тебя зависит, ты делаешь все. С тобой счастье и радость, с тобой ресурс. С тобой теплота и расслабуха. Конечно же, многие от такого, когда все хорошо, как специально хотят уйти, нарушить приятность. Хорошее отношение, хорошая, ну, дуркую, да. А потом не солоно хлебавши, подшав хвост, возвращаются. Будет ли делать что-то, он будет и очень быстро. Здесь человек все обещанное, реально обещанное должен выполнить, сделать для тебя. С ним хорошо менять застарелое, более новое русло, светлое, позитивное. Ну вот так. Здесь быстрые от него дела, поступки, вести. Вроде как все должен. Ты, ты сама, у тебя очень много желаний, тем не менее, не все можно воплотить. Да, ты больше такая, ты мужчине предоставляешь право решать. Опять же, будет ли он решать, да. Здесь хорошие перспективы. Здесь какой-то урок и тренировка идет. То он тебя тренирует, то ты его тренируешь. Вот так вы друг друга обучаете. Здесь хорошие перспективы. Мужчина должен что-то делать. Да, должен, он должен делать. Где, девочки, вы? Ваш арканчик. Ох. Давайте его сразу откроем. Ох. Все. Одни только уханье, как у филина. Филин. Ты-ды-ды-ды-ды, филин. Чувства, чувства. Девчата, вы как будто бы как-то рапунцель, да, приди и защити вас. Все рушится, все с головы, на ноги и наоборот. С этим мужчиной, конечно же, у вас есть некое укрытие. Здесь как бы так и надо. Вы в любых условиях обстановки две большие единицы, две большие личности. Вы оба можете быть, каждый в своем мерке, каждый мысленно друг с другом, да, но вы частичка жизни друг друга. То есть здесь, чтобы между вами не было, вы очень друг с другом связаны. Вот здесь идёт, знаете как, с ним вот он вас как бы оберегает, защищает. Он может это сделать. С ним безопасность, без него у вас много страхов, да, боязнь, всё, как бы, что всё разрушится, и вы останетесь неудил без плеча. А вот он, ну, такого мужского, да, он здесь действительно идёт. Вот видите, вот здесь сложно сказать про его действия. Здесь какой-то такой масштаб какой-то глобальный, что ли. Здесь вот арканчик. Да, здесь пока не все шаги сделаны, или просто застопорилась, нет шагов. Всё, вот. Ну, давайте ещё, может, сейчас всё-таки ещё старший аркан, раз у вас старший. Ну, смотрите, пятёрка копков здесь как будто бы вот как было и потерять, да. Но он незримо, как будто бы вот как попрощались, что ли, вот такое ощущение. Но вы очень сильные друг для друга. Родственные души, да, хотелось бы, конечно, чтобы здесь было всё прекрасно. Вы знаете, ну, здесь есть рост отношений и какую-то работа над отношениями. Ну, кто-то ушёл уже в новую из вас. Вот здесь дорогие третий вариантики. Ну, хотя вы все можете смотреть варианты, да. Но здесь какой-то нюанс есть, который, я думаю, тоже вам будет полезен и интересен. Если бы она давно вы уходите, либо между вами улучшать и созидать. Ну, ведь это должно быть обоюдно, да. Даже если есть какие-то шансы, они должны быть обоюдные. Так, дорогие, здесь вам, давайте сейчас старшерка, император. Ну, да, здесь нужна чёткость. И здесь, конечно же, больше мужчина должен делать. Но у вас, вот, что-то мужчина делает, возможно, то, что не устраивает на данный момент вас. А так хочется действительно под мужское плечо. Напишите, пожалуйста, как это у вас. Потому что у кого-то это плечо есть. Но здесь очень много сложностей. Вы, понимаете, вы как бы в башенке, которая рушится, но вы наверху. А у него мир, который внизу, да, ну, у него более стабилен. И вот как так, да. То есть тут выходит тонкий план, где вы с помощью интернета можете общаться. Телепатически, конечно, это сложнее. Вот. Но здесь вот как-то мужчина должен. Всё-таки либо да, либо нет. Многое зависит от него. Но как бы вам не хотелось, да, самой всё сделать. Ну вот пока так. Ну что, дорогие, спасибо, что вы со мной. За ваши донаты вас благодарю. Особенно обнимаю вас. Особенно всех тех, с кем мы на одной волне. Тех, кто донатит, дорогие. Пусть ваши финансовые потоки только усиливаются. Радуют вас и ваших любимых. Чтобы у вас была взаимность с вашими любимыми. Ну и до новых встреч, дорогие. Будь добрым. Пока-пока.